Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешену. Номер 275. События дня. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. За 12 сентября 2016 года. Почему этот эпиграф? А он заставляет человека задуматься обо всем. Как живет, что делает, что ценить, как смотреть на потери, даже на потери ближних. Всему конец. Не только конец тому, что в наших руках. И это неизбежно. И от этого не отойти. Хорошие люди. Хорошие ли отношения между государствами, в семьях. Ничего не меняет. Общий расклад известен. Близок всему конец. Всему, что окружает нас. Какое бы оно ни было. Все пропадает. Моль, ржавчина, воры, пожар. Здесь все пропадает. Хотя бы от этого ты сумел и уберечься. Близок всему конец. И далее говорится об удивительном событии в стране. Как один человек сумел околпачить буквально. И настроить друг против друга. Миллионную злобу высеять. И не видеть никто. Ну, единицы кто-то там видели. И теперь начинает раскрывать. Пришло время. Показать. Какие люди. Если рядом стоящего ты не знал и не видел, что он делает. А вот тут все показано. В любом месте. Разоблачили. Сразу раз посмотреть. Что конкретно. Конкретно. Притом говорят это и люди, которые по делу говорят. Он оставил после себя выжженную землю. Истинно так. Любая бабка сегодня. Что бы ни сказал. Секта. Сектовед. Секта. Ей говоришь Евангелие. Это надо считать. А мы не сектанты. То есть полностью заражено все до основания. Это тщательно продуманная компания была. Перед этим прошел выучку. Говорит. В Израиле. Двойной гражданца из Америки. Как ослепление. Все. От низу до верху. И ни власти, ни мер никаких не принимали. Не останавливали это безумие. Инфекция. И оплот человека ненавистничества. За уголовки. Заголовки. Вот так. Делает из людей баранов. Поймали на дезинформацию. Создал пугало для устранения неугодных. Мне понятно о чем говорят. Он четыре раза на меня наезжал. Но мне это понятно было с первого раза. Ничего еще не читал. Но где он выступал против? Кто бы он ни был. Ему разницы нет. Так. Спасибо. Спасибо. Вот так антихриста примут. Иной придет. Слово Божие говоришь не вмещается. Говорит человек, который никакого отношения не имеет к христианству. Тем более к православию. Все. Это или похулили люди Духа Святого. Или отверженное. Объяснение не знаю даже какое дать. Но именно пришлось это к месту. Уже высчитали. Как изнутри все это взорвать. Сделать врагами друг друга. Он занимается созданием, распространением злобных слухов. Злобных слухов. Сплетен, разрушительные клеветы, не подкрепленные научными исследовательными экспериментами. Вот обо мне спросили одного Маленко. Олег. И он что сказал. Это все берут против. А Маленко признает патриархию? Нет. Он организовал отдельно свою организацию. Церковь Иоанна. Богослово. Там ересь на ереси. Об этом говорит Юрасов. Амвросий. И вот везде, где бы что ни было, про меня спрашивают, берут Маленко. Вообще. А он говорит по делу. Вообще нет. Не встречал. Считал что-то. Он понятия не имеет. Еретик из еретиков. Но он сказал против. Поэтому я это беру. Распространение злобных слухов. Вот это удивительно. То есть не молятся. Вот эти стояния. Мы молимся за весь мир. Да вы не видите, что у вас рядом делается. Какой мир? Подробная деятельность этого типа. Вот на этом трупе. Поганые насекомые. Тело умерло и гниет. То есть речь идет о государстве, о церкви. Ну это говорил Антоний Храповицкий. Михаил Кальмаев. Мир вам, Игнатий Тихонович. В день суда, когда молился и просил Господа о вас и о благере Стане, у меня было какое-то спокойствие на сердце и тихая радость о вас. И это мне было удивительно. Ведь идет суд, нападают и злобятся эти люди. А тут мир в душе на сердце. И я понял беспокоиться не о чем. Бог устроит все так, как надо. И не оставит на растерзание этим посланникам сатаны. И будет не так, как они хотят и желают. Богу нашему слава. Аллилуйя. Амелия Кларк. Превосходный гимн. Все больше с каждым разом нравится. Надо его вставить в начало вашей вступительной речи при открывании вашего канала, Игнатий Тихонович. Вот я вам постараюсь дать еще раз. Наши ресурсы. Вот, я бы это показать. Мой мир. Вот как он выглядит. Есть я с голубем, так не там, а здесь вот этот, тот контрольный. Вот наш форум. И везде форум во свете Библии. Во свете Библии. Все во свете Библии. Видеоканал во свете Библии. Вот он, православный видеоканал, открытый боком. Тут я объявление сделал о Барабаше Игоре. Благослови нас, Господи Божий наш, поискать комбайн, Игорь. Он очень в затруднительном положении. Обращение я дал ко всем. Можете посмотреть. В ролике здесь мы беседуем. Ну, пять с половиной минут. И одна секунда. Вот сегодня поставил я раз, два, три, четыре. Обычно больше. Даже до десяти роликов. И снимаем многое, чтобы видно было, как живут люди в деревне. Вот так. Большой ресурс у нас это сайт. Вот он, сайт во свете Библии. Так он называется. Здесь отдельные книги, проповеди. Много аудио, пятьдесят книг, примерно, начитанные моим голосом. Встречи с важными людьми, известными. Ну, известные просто люди. Но хотя в книгах-то в аудио есть. Но все-таки. Вот так, аудио здесь. Во свете Библии можно послушать даже. Смотрим, как открывает его. Смотрим, как открывает его. Все свящает лишь Библии свет. В земных и небесных мирах. Должны внести слово Божие в сердца. Всем людям планеты земля. Забытые строки с любовью Отца. Мы сломим ваш правду Христа. Во свете Библии. Звучит отдел. Вroughło о Пестьяне. Даль в грехах, забыл Божий страх, Родители нынче в слезах. Ты смело шагай и не унывай, Жгим на пути помогай. С Христом в опоте нам нужно идти, Роди километры дорог. Ты слышишь вперед, труба нас зовет, И это все делает Бог. На свете земли, поем обыстие, Мы путь прокладываем свой, Делами мирными, християми мирными. Ты найдешь православный бой. Вот столько дорогов и столько друзей, О пони ты не забывай. Ты в жизни своей все преодолей, Лишь воживу словно взывай. А на тех сильней, сердце твое, Случит все ясней и ясней. И Бог сердца встал, и в ничего, И в небе все устанет светлей. По свете земли, поем обыстие, Мы путь прокладываем свой, Делами мирными, Делами мирными, Делами мирными, И в небе все единые. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ясно дело, что качает их ветер, качает провода, и это опасно. Вчера мы с Владимиром Пащенко занялись этим. Давно уже не выбирали поросли. Разные-разные, там и были на... А провода низкие, высоко не стали делать, потому что трудно лазить, специалиста нет. Я Павла попросил, он пониже сделал. Но у нас все отключается. На время только включает, когда качает. И мы уже склонились прямо от проводами. Если спилить дерево, оно пойдет на провода порвет. Поэтому забраться надо на дерево. Делаем веревку альпинистская. Мы даже засняли это. Привязать теперь... Привязать к другому дереву, чтобы когда спилишь, чтобы оно зависло. И зависло не опрокинулось, чтобы центр тяжести был ниже привязанной веревки. Ну вот не смогли вчера, 4 не смогли дерево взять сегодня отдельно, самую высокую лестницу. И будем делать. Вот, что будет. Показали. Видите, сколько работы, притом разные работы. И все это необходимо. А в городе ничего ты этого делать не будешь. Да даже на даче, которая у тебя есть, там делать не будешь. Там все проведено. Здесь буквально все, абсолютно все надо делать. Делать, учиться, уметь. А еще смеются над сельским трожником. Колхозник. Другой колхозник. Ну еще раз виноват, что его загнали в это. Ну вот он в другой деревне или свои мед привозит. В городе ничего нет. В деревню смотрят. Хлеб в магазин зашел. Да какая бы ни была продукция. Там откуда она? Из деревни. А как она достается? Вот они овсяные пряники. Вырастет этот овес от молоти. Семечки разные. Это все неверно. Говорят. Село дает человеку настрой. Труда. Почему Столыпин говорил об этом? Земля несет нравственное начало. Нравственное начало. Вот здесь же дети с тобой. Они учатся, помогают, смотрят, ухаживают за скотиной. Это вот событие. У нас большой участок был покрыт. Саманного. Ненужного. Сирень. Разрослась ужасно как. И решили вылупить. А туда, так как участок такой непроходимый был, туда все скидывали. Камушки, железо, проволоку. И теперь вырубать и везде под топор. Ну прямо железо такое. Только уберешь опять железо. И носить через огород я уносил. Все туда. Володя рубил. И бились, бились. Закончили тоже. Закончили. Полуживой. Движения какие-то. Делай уходишь. И все равно до вечера дотянешь как-то. А потом и утром проснулся. Опять живой. Вот такое дело. Господь показывает нам путь. Потому что сельский труженик был в раю. Адам. И охранять нужно. В городе чего охранять? Только из дома не выходить. Пенсионер на даче. Зашли ребята. Убили его. Все взяли днем. Притом днем. Фронтовик бывший. А какая им разница? Бога нет. А раз Бога нет, позволено все. В Бога-то не верят. Почему люди не верят? Страх. Я буду отрицать. Ничего нигде нет. И умничает. Вот ко мне заходит один. И умничает. С Америки. Артамошин Александр. Я не верю. Человек умрет. И ничего нет. Ну и что тебе дало неверие? Кроме гнилья. Ни идеи. Ничего нет. Умный. А просмотри-ка свою жизнь. Сколько раз ты женился? Сколько у тебя слов нехороших сказано? Суд Божий. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья. Он ждет. Тут все подкупается. А там недоступен звон у златы. И мысли, и дела он знает наперед. Два миллиарда мусульман верят в суд Божий. И вот сейчас у них там какое-то совещание. Кто как понимает. Но верят. Воскреснуть. Человек не уничтожается. Он Богом сотворен. Ну, два миллиарда. 1300 лет. Христиан два миллиарда с лишним. Буддисты. Все верят, что есть иное. За гробом. Иная жизнь. Человеческая не заканчивается лопухом. Нет Бога. Нет. А кто сказал безумец? 13-й, 52-й псалмы. Сказал безумец. Сердце своем нет Бога. Они развратились. Причина. Совершили гнусные преступления. Нет делающего добра. Нет ни одного. Среди безбожников нет. А, говорят, вот, верующие. А если неверующие живут, правильно поступают. Иоанну Златоусту говорили. Он говорит, что верующие, которые поступают неправильно, нарушают заповеди Христов. Да, есть, я знаю таких. А то, что неверующие, чтобы соблюдали все, и нравственности нажили, не знаю, такого сказать не могу. А почему? У верующих три причины, чтобы быть нравственным. Первое. Это самое главное. Страх Божий. За все отвечать. За все. За мысли, слова и движения ответ потребуется нас. Какое дадим оправдание? Что скажем в защиту свою? Найдется для нас сострадание? Найдется ли нам место в раю? Первое. Страх. Притча Соломона 1.7. Начало мудрости, страх Господень. Нельзя. Ребенка учим. Нельзя обожжешься. И везде нельзя. На дорогах на красный свет ехать нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. От начала до конца. Везде и всюду. В семейной жизни, в государственной, межгосударственной. Нельзя. И будет суд Божий. И предстанут все масоны, руководители туда. Все нации. До единого человека. До единого. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы получить соответственно, что делал в теле, живя в теле, доброе или худое. Второе, Коринфянам 5.10. Суд Божий. Суд. Уже в раю угроза была. Змей будет жалеть пету. А я не верю в Бога. Но ты сразу говори, я беззаконник. Вот первая причина, почему верующие не могут делать то, что делает неверующие. И второе, ожидание будущих благ. Человек жертвует собою, милостыни, ну и прочее все делает, потому что Господь сказал, мне отмещение я вас дам. Все, жертвует семи и восьми. И хлебы эти приплывут к тебе, как у Клесиаста написано. Я в вольном переводе даю, чтобы понятно было. Ты что делал, к тебе все вернется. Ну и третье, наиважнейшее здесь, помоществующая благодать Божия. Бог помогает. Человек стремится. Вот здесь у меня знакомый есть Сергей Козлов в Воронеже, парализованный во славу Христа. Вот человек удивительный, герой нашего времени. Не ропщит. И сколько он помогает людям. Это вообще здоровое, сколько он делает. 14 лет на вытяжку лежит один. Мама ухаживает, Татьяна Ириничная. Тоже подвиг какой великий совершается. Был я у него. Батюшка, отец Аким ездил туда. Вот пример. А был бы неверующий. Оттуда проклинал всех и свой день, и что было, и как. Нет, благодарит Бога. Благодарит. Умница. Во все вникает, смотрит. Разумение, какое Бог дает. Это 14 минут полежать. Вот меня спрашивают, чтобы человек понял, что беда и осознал сажать его на сколько надо. Три дня. Только не говорите ему. Три дня достаточно. Три дня испытания, да еще допрашивают в эти дни. Все. А это 14 лет. А то 38 лет лежит парализованная. Я разговаривал с другими, которые тоже так же потерпели. Ну я говорю, ты была тогда кандидат в мастера спорта. Там работала. Крутилась. А теперь вернуться туда и так же стало бы неверующий. Нет, нет, нет. Даже не слушает. Не хочу слушать. Я верующий стал. Не сразу, конечно, лежа все это думала. И вот теперь я увидела это все. Видите как. Вера в Бога. Это главное. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Он под гневом Божьим. Поэтому в ужасе отступает от смерти. А ничего нет. Ничего. Бог силен тебе мозги вправить. Только поздно будет. Ты увидишь, что все, что ты делал, все пустое. Вера в Бога облагораживает жизнь. Возвышает его. Ну, сколько верующих. Да 96% ученых только. Я считал, удивился в советское время. Такие, как Эйнштейн, Павлов. А то Бога нет. Ну, а посмотри, какие люди верили. Это Суворов верил. Кутузов верил. Ушаков верил. Я возьму даже своих. Какие поэты, писатели, художники верили в Бога. Верили в высший разум. То есть, за пределом жизни что-то есть. Даже самые негодные люди верили. Они по-другому называли жизнь проведения. Дивный Бог. Он открывает. И если вот эти три причины. Страх Божий. Ожидание, воздаяние за благие дела. И помогающие во всем благодать Божия. А отвергнуть разные искушения. И несмотря на это, человек падает. Златоуст говорит. То, что спрашивает с того, у которого ничего этого нет. Ничего нет. Он не ожидает ни наказания, ни награды. Не выгодно быть добрым. Зачем? Одного спрашивает. Ну, вы вот не верите. Да, не верю. А детей детям посылайте в школу. Воскресную школу. Да, посылаю. Почему? Ну, как сам не веришь, а дети что верили. Страшно. Чего страшно? Да они же убьют меня. Вырастут. Я вижу, что делают. Я хочу, чтобы дети были верующие. Детей неверующими сделать легко. Научи их всякому злу. А тяга к Богу прямо пропорциональна нравственности. Я считал, как описывает, как умирал, доктор Траншен, кажется, описывает, умирал Вольтер, один из самых страшных людей. Ты преступник, неверующий. Как монахиня отзывается о его смерти, что никогда к неверующим не пойду. Он сына своего решил испытать, чтобы глухонемая ухаживала за ним. О Боге ни слова не могла сказать. И однако увидел, что сын скрывается где-то за жасминовым кустом утром. И он туда посмотреть, а он поднимает руки и кланяется. Ты что делаешь? А благодарю. А кого? Не знаю. А тот, кто создал все это. То есть он Бога не знает, как Варвара Великомученица в столпе. Но смотря на солнце и луну она познала, не эти деревянные идолы создали, а Рай их выбросила. Вот как. Вера в Бога делает человеком. Они верят. Он даже человек и не чувствует, что скотина чувствует. Вот собачка привязана у нас маленькая. Ну а в обед приучили брать с собой как бы прогулку до лагеря. Так он, как он бегает, как он крутится, падает. Что умеет делать, показывает, лает. Он бессловесный, а слов нету. Ну возьмите меня, не выдержит сердце. Вот поел, пошел. Он начинает лаять, кричать. Кричит прямо, что дай мне-то что-нибудь, вы поели. А я говорю, да отдельно покармливай. Я разговариваю с ним как с человеком. С голубями. Фома, кажется, Аквинский говорил. С животными, как Серафим Саровский. И вот поэтому показываем, насколько это полезно. А сейчас покажу за это короткое время. Тоже один просмотр событий дня. Вот уже шесть. Тридцать четыре минуты назад открыл. Премудрость Соломона, ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Двадцать. Двадцать здесь. Никитина усадьба, бывшая Павлова. Уже двадцать пять человек зашло. Эти. Мы даем людям материал, ознакомливаем Игоря. И с ним уже девятьсот шестьдесят. Ну а сколько день назад? Итак, Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...